А между прочим, обсуждение погоды одна из любимых тем для разговора, она всегда универсальна. А сегодня в студии встретим гостя, метеоролога Буркину Надежду. Здравствуйте! Здравствуйте! Надежда, мы всегда вот, когда говорим о метеорологах, мы вообще не понимаем, как вы работаете, как вы определяете, какая будет погода. Но мы всегда на вас надеемся, потому что кроме вас этого не знает никто. Что вообще эта осень, она довольно парадоксальная. Мы выходим на улицу, и мне кажется, что температура гораздо выше, чем она бывает обычно. Так ли это? Или это какие-то наши внутренние ощущения? Ну, надо сказать для начала, что метеорологи, они только наблюдают за прогнозом погоды. Даже не прогнозом погоды, а просто за погодой. Прогноз составляется в гидрометцентре с синоптиками. Так, ну все, тогда мы закончили разговор. Так, ладно, вы наблюдаете. Мы наблюдаем, да. Ну, можно сказать, что первая половина ноября была очень теплая в этом году, и на 4 градуса выше нормы. Ну, что будет дальше, посмотрим. Но по прогнозу в конце месяца ожидается понижение ночных температур до 25 градусов. Расхожая мысль такая, что обычно компенсируется, если, допустим, там осень теплая, все, зима будет холодная. Есть ли такой момент, или это придумали люди себе? Ну, я бы не сказала, что вот это именно с осенью и зимой. Говорят, что если зима холодная, то будет лето теплое. Ну, да, в основном это так, потому что среднегодовая температура у нас выходит где-то, ну, плюс-минус полтора градуса. Где-то в этих пределах колеблется. Расскажите, почему вы пришли в эту профессию? Да. Я? Мне всегда нравилась география, люблю природу. И, ну, как бы потом, когда я закончила географический университет, я проходила практику в нашей гидромета-обсерватории, и мне предложили место. Сколько лет вы уже трудитесь? Вот 10 лет уже в этом году. Хорошая цифра. Мне всегда было интересно, я когда заглядываю в свой телефон, там есть графа, допустим, 10 градусов мороза, ощущается как минус 25. Вот кто тот человек, который понимает, как это ощущается? Это, видимо, ощущает только ваш телефон. Потому что мы наблюдаем только за фактической температурой. А кто там ощущает, какие градусы, это я не знаю, честно говоря. А соответствуют ли вообще народные, например, да, какие-то сказания? Вот говорят, если сегодня выпал снег там в покров день, то зима будет такая-то. Как это чаще всего на статистике работает или все-таки нет? Ну, мы статистика, конечно, за приметами не ведем, но можно сказать, что приметы — это же многолетние наблюдения за природой, за ее поведением, так скажем. Поэтому, да, в большинстве случаев это работает. Давайте поговорим немножко о том, как вообще проходит процесс. У нас есть какая-то определенная точка в городе, где вы измеряете температуру. И как может эта точка, вот температура вот в том месте, отличаться от противоположной локации в городе? Либо у вас усредненная по всему городу? Нет, у нас метеостанция находится в четвертом поселке. На территории вот метеостанции у нас есть метеорологическая площадка, где установлены все наши приборы. И на определенной высоте должны находиться все термометры под, как сказать... В определенное время все ведутся наблюдения. И потенциально может быть, что вот в метеостанции будет температура минус 5, а в другом конце города будет минус 15? Мы даже сами, когда идем на работу, замечаем, что дома у нас на термометре температура градусов... Ну, зимой вот на 5 теплее, чем на метеостанции. А, ну то есть вы готовите людей заранее к худшему, да? Да, можно сказать и так. Просто у нас, как я уже говорила, что термометры находятся в правильных условиях, на них ничего не влияет, не окружающая среда, поэтому у нас чистые данные. А в городе, как вот на табло показывают, неизвестно где у них установлен термометр. Может быть на солнце, может быть наоборот в тени. И это совершенно неточная температура. Но сколько дней вперед вы можете прогнозировать погоду? Ну, Иркутский гидрометцентр прогнозирует долгосрочные прогнозы. Это заблаговременность от одного месяца. И на три дня это краткосрочные прогнозы. У них краткосрочных, конечно же, оправдываясь больше. И где-то порядка 85%. А вот то, что мы смотрим через 10 дней, какая будет погода на Байкале, это все чушь? Ну, отчасти, да. Скажем так, 50 на 50. Потому что это все данные корректируются. Допустим, если вы сегодня посмотрели, завтра вы посмотрите этот же прогноз на этот же день. Байкал, мне кажется, вообще мистическое какое-то место, там всегда погода не совпадает. Ну, правда, сегодня в мере дождь, а смотришь на следующий день, что все уже, солнце светит. Это такая очень, как сказать, большая водная акватория. И она очень влияет на сами процессы в атмосфере. Поэтому там очень сложно что-то конкретно сказать. Алюхон вообще зона аномальная, мне кажется. Везде всегда там дождь, а там солнышко. Классно. Специально для туристов. На Байкале самое большое количество солнечных дней. А, да? Да. Вот оно что. Самое большое среди каких? Ну, вот в Иркутской области. В Иркутской области. Все понятно. Туда мы и мчим. Куда вы заглядываете, чтобы посмотреть прогноз погоды? Давайте нам какой-нибудь сайт, ссылочку, такую бесплатную рекламу сделаем. В Иркутском гидрометцентре нам присылает Иркутск каждый день прогноз. Так что я могу просто на работе открыть компьютер, посмотреть. Ну, для нас-то, для челяди, расскажите, куда нам... Потому что я заглядываю, там миллион ссылок, а порой разнятся данные. Ну, они, конечно же, будут разниться, потому что все берут данные же с разных источников. Кто-то там из космоса, еще какие-то там системы расчетов есть. Лучше всего на Иркутский гидрометцентр ориентироваться. Это точнее данные. Надежда, вот май, да? Хотелось бы нам уже начало лета, но мы ходили в шапках. С чем это связано? Ну, ни с чем таким особенным. Это просто чисто как в ощущениях нам казалось, что да, холодно. Но по цифрам май был в пределах нормы. Это все было нормально. Но самый холодный май был у нас в 1980 году и был на 3 градуса ниже нормы. Просто мы привыкли, что у нас практически с годом в год среднемесячная температура превышает многолетнее значение. Вот вы так уверенно говорите, с вами даже тяжело спорить. Вы знаете, как я вот этот телевизор включаю. Вроде цены поднялись, они говорят, ну а инфляция всего 2%. Такой, ну, наверное, так. Да тепло было, то, что вы в шапках ходили. Это норма. Это норма. Это вот ощущается как на сколько градусов. А мы можем обратиться к статистике? Вот в ноябре, когда была вот самая теплая погода? Сколько градусов было? Ну, в ноябре самый теплый ноябрь был у нас в 1983 году. И средняя температура воздуха была на 6 градусов выше нормы. Ну, норма, можно сказать, что это минус 11 градусов в ноябре. А то есть было 5 градусов? Получается, да, минус 5. Среднемесячная. Как? Вы всю эту информацию в голове храните? Ну, я же готовилась. Какая была самая теплая зима? Зиму я не смотрела, честно говоря. Не смотрели. Я помню, как-то, наверное, года 3 или 4 назад было очень много снега, и температура составляла буквально минус 3-4 градуса, и снег, и так было красиво. Но это буквально там день-два, потом опять. День-два, потом наступили морозы, и среднемесячная температура вышла к норме. А Ляна просто как фотограф, который занимается с ним делом порой на улице, она сразу зафиксировала день, когда у нее пальцы не обмерзли. Ну да, действительно. А вот самый холодный ноябрь когда был? В 2016 году. О, недавно совсем. Был холоднее на 3 градуса. А, ну и это, получается, 14, да, было? Получается, что да. Вот у нас с вами с математикой, конечно, все в порядке. Молодцы. У нас очень много на географическом факультете, у нас техническая специальность. Много людей работают у вас в коллективе? У нас в отделе аэрологических и метеорологических наблюдений работает 14 человек. Это метеорологи, которые наблюдают за погодой у Земли, аэрологи, которые ведут наблюдения за процессами в атмосфере, и газген, который делает водород, чтобы делать аэрологические выпуски. А вот те люди, которые занимаются прогнозами, это совсем другая структура. Это они находятся в Иркутске уже и по нашим данным, и по данным всех остальных станций с области. Они строят синаптические карты, уже смотрят, как ведет себя воздушная масса, в каком направлении она, с какой скоростью двигается. То есть в Ангарске у нас нет таких людей, кто занимается? Вы наблюдатели? Вы устали уже объяснять людям, которые говорят, почему прогноз такой неточный, что это не вы, что это не вы прогнозом занимаетесь? Все знакомые уже знают ответ, и уже никому не приходится ничего объяснять. Часто ли вас путают с метрологами? Никто не знает такого слова, честно говоря. Такое езное, ну ладно. Так что нет, не путают. Надежда, ну хочется узнать, какой будет декабрь, какие будут новогодние праздники, будет ли холодно, тепло. Есть какие-то прогнозы? Прогноз на декабрь он уже есть. Согласно его, в начале месяца у нас температура воздуха ночью будет составлять минус 16, минус 21 градус, днем минус 9, минус 14. Идеально. К концу месяца температура понизится, и ночью будет минус 25-30, днем 14-19. Ну, зима. Хорошо начали. Прямо как декабрь, похоже. И будет осадков чуть больше нормы, и в большинстве дней и месяца будет небольшой снег. Но снег это хорошо, Новый год, как раз настроение, чтобы было праздничное. Главное, чтобы в 31-м мы все-таки не замерзли, могли на улицу выйти. Ну, это все еще будет немножечко корректироваться, поэтому будем надеяться, что будет тепло на Новый год. Интересная у вас работа? Очень. Еще когда мы учились, нам говорили, что очень творческая работа. Класс. Спасибо большое вам. Пожалуйста. Спасибо. До свидания.